Куда в одиннадцатом вике исчезли все викинги? Викинги были грозой морей и всей Европы. Викинги были хорошими бойцами, а с учетом своей тактики абсолютно неуязвимыми. Они приплывали, неожиданно атаковали, забирая добро, и уплывали назад к себе домой. Тактика очень неприятная. Догнать на море их невозможно. Корабли викингов плавали с огромной скоростью. Но в одиннадцатом веке они исчезли. С тех пор остались только в культуре, включая современный кинематограф. Что же с ними случилось? Викинги прекратили завоевательные походы в первой половине одиннадцатого века. Историки выделяют три главные причины, которые произошли почти одновременно. Король западной Франции Карл Третий, простоватый, заключил сделку с викингом Роланом. Так франки звали Ярла Рольфа-пешехода. От сделки выиграли все. Карл Третий, простоватый, наконец избавился от нормандской угрозы. А бывший викинг Рольф получил себе Нормандию и стал герцогом. Это было первым важным событием в истории викингов. Когда кочевой пиратский образ жизни сменился на феодальный. В десятом веке у скандинавов это стало трендом. А когда у тебя свои земли, тебе не до грабительских походов. Вторая причина – сокращение населения скандинавских земель. Регулярный голод и отток населения привели к тому, что становилось все сложнее и сложнее собирать большую армию для походов. Хороших воинов по-прежнему было много, но они предпочитали переселяться в теплые края и наниматься на службу за хорошие деньги – Византию, Киевскую Русь. Третья причина – христианство. Христианство сместило языческую культуру, которая поощряла войны, и интегрировала викингов в культуру средневековой Европы. Христианская элита охотно финансировала путешествия проповедников в Скандинавию. Постепенно большинство ярлов приняли христианство, и викинги перестали быть пиратами. В XI веке викинги, как объединение морских пиратов, окончательно распалось. Несколько ярлов отправлялись в походы, но все они проваливались. Слишком неравны были силы, да и Франция и Англия находились под защитой других, более успешных викингов.